Ребята, привет! Приседания – одно из самых простых с первого взгляда и таких распространенных упражнений. И у многих есть опасения и сомнения, полезны ли приседания мужчине. Есть мнение, что приседания вызывают избыточную нагрузку на промежность и могут каким-то образом навредить предстательной железе. Некоторые ютуб-эксперты проводят прямую связь. Раз ноги из задницы, а в заднице в этой находится наша простата, то, соответственно, движения ногами, а именно приседания могут навредить предстательной железе. Их логику в какой-то степени я понимаю. Смотрите ролик до конца. Сегодня я вам расскажу все на эту тему и отвечу на все вопросы. Есть огромное количество вариантов приседаний с широкой постановкой ног и спуской, с отягощением и собственным весом, в частом темпе или в медленном, с полной амплитудой и с неполной амплитудой. Но основная их ценность в том, что они относятся к одному из базовых упражнений, которые включают в работу большие массивы мышц. То есть мышцы нижних конечностей, мышцы ягодицы, мышцы поясницы и мышцы брюшного пресса. Все эти мышечные группы очень активно работают в процессе приседаний. Это очень энергоемкое упражнение. Венозный застой в органах малого таза в происхождении хронического простатита играет свою конкретную роль. Могут ли приседания привести к усилению венозного застоя? Несомненно то, что любые активные движения в нижних конечностях, верхних конечностях, любые физические упражнения и физическая активность ведет к активизации кровообращения. Активизации значит улучшение. Несомненно и то, что приседания активизируют кровообращения в малом тазу. Соответственно активизируют значит улучшают. Но есть один очень важный нюанс в выполнении этого упражнения. Секрет заключается в диафрагме. Причем здесь диафрагма? Очень кратко об анатомии и физиологии. Диафрагма это грудобрюшная преграда, перегородка между грудной и брюшной полостями. При вдохе ребра расширяются, грудная клетка расширяется, диафрагма опускается, увеличивается объем легких, повышается внутригрудное давление. Диафрагма начинает давить на органы брюшной полости, повышается внутри брюшное давление. Когда человек выдыхает, соответственно расслабляются межреберные мышцы, диафрагма поднимается вверх, уходит напряжение и из грудной клетки и из органов брюшной полости. Так вот это ритмичное дыхание и ритмичные колебания и изменение давления в грудной клетке и в брюшной полости работают как своеобразный насос, вспомогательная помпа. Эти изменения внутригрудного и внутрибрюшного давления улучшают венозный отток по крупным венам, а при глубоком вдохе и задержке дыхания повышают внутригрудное и внутрибрюшное давление и отток по нижней половине и верхней половине ухудшается. Вернее не ухудшается, немного затрудняется. То есть вот эти колебания внутригрудного и внутрибрюшного давления способствуют облегчению движения крови по венам. Так же как движение конечностей мышцы играют роль вспомогательного насоса, который сжимает вены ног и улучшает венозный отток из нижних конечностей, помогает транспортировать кровь от периферии к центру, к сердцу. Так в чем же опасность приседаний в длительной задержке дыхания при напряжении и натуживании? Показываю на своем примере. Так, ребята, показываю веса черные 16 см, серо-синие 24 см, синие 32 см. Это неправильно. Это правильно. Сейчас я беру максимально возможный в моей ситуации вес 2 гири по 32 килограмма, то есть 64 см. к чему же приводит задержка дыхания на фазе максимального вдоха в сочетании с выраженным натуживанием, к затруднению венозного оттока, как я уже сказал, из органов грудной полости, брюшной полости и в том числе из органов малого таза. Кроме того, что в момент напряжения и так сердце колотится интенсивно, давление артериальное повышается, то есть кровь накачивает ткани и мышцы кровью артериальной, свежей, обогащенной кислородом. И при задержке дыхания в момент наивысшего напряжения, из-за затрудненного оттока по венам хуже кровь венозная оттекает. Проведите эксперимент. Положите одну руку к себе на грудную клетку, вторую на мышцы брюшного пресса. Теперь сделайте глубокий вдох, задержите дыхание в напряжении и потом после этого напряжения выдохните. Вы почувствуете, как изменяется конфигурация грудной клетки и передней брюшной стенки. Вдох. Вы почувствовали, как расслабляется и уходит давление из грудной клетки и передняя брюшная стенка пошла к позвоночнику, а уменьшилось давление в брюшной полости. Вы все видели пауэрлифтеров, штангистов, бодибилдеров, которые вот в момент тяги тяжелых весов или тяга или приседания с тяжелейшим весом. Вы видели эти сизые морды с на разбухшими венами на лбу, на висках, на шее. Вот это как раз происходит в момент именно напряжения при задержке дыхания. При гиревых тренировках, например, тренеры всегда говорят дышите, дышите, дышите ровно иначе у вас это напряжение разорвет изнутри. То есть повышенное давление. Есть такой термин в гиревом спорте. Гиревики дышат особенно. Я скажу об этом позже. Главная опасность приседаний не в том, что ноги растут из задницы оттуда недалеко и до простаты, а в том, что вот это вот мощнейшее базовое упражнение позволяет выполнять с очень большими отягощениями при желании и вызывает выраженное повышение внутригрудного, внутрибышного и внутритазового давление. Например, при изолированном упражнении на бицепс, просто здесь удобно показывать, да, вот при этом движении, которое все знают, с весом 50 килограмм, вы его сделать не сможете. Ну, редко кто сможет сделать это движение, потому что объем мышцы небольшой и есть предел по развитию ее усилий. Если же вы берете штангу на плечи, вы можете достаточно, достаточно большой вес взять. Вы и 150 возьмете, ну, при соответствующей тренировке и больше, конечно. Вот, то есть мы включаем большие массивы разных мышечных групп, соответственно, есть возможность, есть соблазн попробовать взять очень тяжелый вес. Вот в тренировочном запале, вот в этом азарте есть, всегда есть соблазн переборщить с весом, взять вес, избыточно тяжелый, которому еще не готов организм. И вот в этот момент вы можете получить ту вот как раз фазу напряжения и выраженного на то же время с задержкой дыхания. И если у вас техника неправильная и вы каждый раз при выполнении силового упражнения задерживаете дыхание с напряжением, вы периодически будете создавать вот эти вот, вот эту ситуацию с некоторым нарушением венозного оттока. Вот это может повредить, вот в этом именно и опасность. То же самое и с другими базовыми упражнениями, где работают большие мышечные группы. Например, жим лежа или отжимания. Одно и то же движение, как вы сами понимаете. Но в отжиманиях нагрузить выше собственного веса сложно, хотя некоторые там цепляют жилеты, рюкзаки и так далее. А вот в положении на скамье, когда вы нагружаете штангу, остается соблазн сделать побольше, нагрузить вес побольше. И вот здесь вот это вот движение, которое выглядит так, я покажу на отжимании, да. Глубокий вдох, задержка дыхания, натуживание и выталкивающее движение. Это вот так. Выдох на завершении максимального усилия. Неправильно. Вот. А глубокий вдох. Вот это правильно. Вы не даете избыточному давлению скопиться в грудной клетке. Вы снимаете это напряжение. Деревики дышат очень часто, иногда. Потому что если глубоко и редко дышать, может наступить другая крайность с этой точки зрения. Это гипервентиляция, когда в крови снижается объем углекислого газа и повышается выше допустимого уровня объем кислорода. Это тоже плохо, потому что это может привести к различным головокружениям, дискоординациям, нарушением функции вестибулярного аппарата. Все эти вещи очень чувствительны к концентрации газа в крови. Поэтому гиревики очень часто используют частое поверхностное дыхание с короткими вдохами и выдохами. Это не допускает повышение внутригрудного давления, сбрасывает его все время и позволяет не снижать концентрацию углекислого газа, то есть избежать гипервентиляции. Вот посмотрите, как я дышу во время динамических упражнений с гирями. Но дело не именно в гирях, а просто при динамических силовых напряжениях, упражнения с гантелями, там со штангой. Если вы выполняете небольшим весом упражнения в динамическом режиме на большое количество повторений, правильное дыхание имеет очень большое значение. Частично может улучшить ситуацию выполнение жима ногами лежа на горизонтальной поверхности жима платформы. Кто ходит в тренажерный зал понял, о чем я говорю. Но в этом положении, в горизонтальном, мы только снимаем фактор гидростатического давления, оно уменьшается. Но соблазн нагрузить тяжелый вес на платформу, он остается. И вероятность задержки дыхания в фазе и высшего напряжения, она все равно остается. Таким образом, главное, чтобы не навредить и не нарушать венозный отток, значит, правильно дышать и учиться правильно выполнять упражнения с правильной техникой, нарабатывать нейромышечные связи, правильную технику и постепенно увеличивать нагрузку. Постепенно, и здесь очень важна роль грамотного тренера, который находится рядом. Кто-то говорит о повышении веса на 3 процента в неделю, кто-то говорит о повышении веса на 5 процентов в месяц. Но никак не, если вы приседаете с весом 100 килограмм и потом вдруг решили 130 попробовать. То есть повышать вес максимальный на 30 процентов, это недопустимо. Вы можете получить не только повышенное давление в малом тазу, у вас не только станет сизая морда, но и кишка вывалится на пол вместе с содержимым. Друзья, я хочу всех поблагодарить тех, кто откликнулся на мою просьбу задать дополнительные вопросы на тему приседаний. Это очень помогло мне в развитии логики этого ролика. Вопрос о том, как я отношусь к статодинамическим упражнениям. Не буду вдаваться в глубину. Кратко скажу для тех, кто не знает. Статодинамические упражнения это упражнение в неполной амплитуде, ограниченной амплитуде, с малым весом или без него в медленном темпе. Один из исследователей спортивной физиологии, кто пропагандировал эти упражнения и проводил физиологические исследования, это профессор Силуянов. Очень много материалов в интернете на эту тему, много его лекций. Вот. Я отношусь к этим упражнениям очень хорошо. Я их использую всегда, когда я живу в Стамбуле и у меня там нет гирь. Вот. В этом режиме я часто выполняю приседания и часто выполняю отжимания собственным весом. Смысл в том, что при использовании статодинамического режима увеличивается время под нагрузкой, время мышцы под нагрузкой. Она не расслабляется на микросекунде. Когда мы максимально глубоко присели, это так называемая поза орла, это физиологичное положение. Но мы при согнутых бедренных костях, ягодицы приближены к пяткам, мы сидим как на пружинах на мышцах. И в это время часть мышечных волокон расслабляется, отдыхает. То же самое происходит, когда мы полностью выпрямились. Часть мышц отдыхает. Вот. При выполнении упражнений в полной амплитуде мы себе даем вот эти микросекунды отдыха. Так приседать легче. В статодинамическом режиме, если вы приседаете до горизонтального уровня и не полностью выпрямляетесь, у вас мышцы не получают этих микросекунд отдыха. И можно себя так нагрузить статодинамическими упражнениями, что потом вы на следующий день ходить не сможете. Ко всему, естественно, нужна подготовка. Поэтому те, кто практикует статодинамические упражнения, я их абсолютно поддерживаю. Теперь вопрос о суставах. О том, что упражнения с тяжелыми весами вредят суставам, коленам. Кто-то пишет там, что вот поприседял с тяжелой гирей, колени заболели, пришел к врачу, врач сказал, ни в коем случае не делать глубоких приседаний. Я считаю, что это неправильно. Я не призываю вас всех хватать тяжелые веса и делать глубокие приседания. Нет. Я хочу просто сказать, опять же, о вернуться к физиологии костно-мышечной системы. Значит, кости, костные балки и обмен кальция и фосфора, который отвечает за состояние костной ткани, он зависит от нагрузки. Не будете нагружать кость, не будет нормальный минеральный состав кости. Кости станут хрупкими, что происходит у стариков. Не будете нагружать связки, они потеряют свою эластичность за ненадобностью и будут хрупкими и будут рваться. Не будете нагружать суставы, будет нарушаться динамика движения внутри суставной жидкости, будет нарушаться ее биохимический состав, будет нарушаться ее выработка, будет путь к артрозу, что мы и наблюдаем у лиц с возрастом. Старики начинают меньше двигаться, у них разряжается костная ткань, у них становятся хрупкими, не эластичными связки суставные, появляется тугая подвижность суставов, это приводит к еще большему нарушению движений, они еще меньше начинают двигаться и вот они идут, идут, поскользнулись, упали на бок и сломали шейку бедра. Стандартная ситуация. Есть куча исследований, когда стариков в возрасте 70-80 лет, берут, начинают грамотно и потихоньку, постепенно нагружать их физическими упражнениями. Ходьба, легкий бег, легкие силовые упражнения и измеряют минерализацию их костей, измеряют денситометрию, плотность костной ткани, исследуют состояние мышечного и связочного аппарата. И, о чудо, как только эти элементы нашего организма начинают нагружаться, меняется их состояние. Организм понимает, что они нужны и работают, и нормализуется все, и не требует внутри суставного введения гиалуроновой кислоты, и не требует околосуставного введения различных кортикостероидных длительного действия препаратов, которые местно подавляют клеточные воспалительные реакции, и все меняется в лучшую сторону в любом возрасте. Поэтому, даже если вы в молодом возрасте возьмете и начнете непривычно, большим весом делать глубокие приседания, у вас могут заболеть коленей. Но это совсем не значит, с моей точки зрения, что глубокие приседания нельзя выполнять с тяжелым весом. Поэтому тезис, что ни в коем случае с тяжелым весом нельзя приседать глубоко, с моей точки зрения, он неправильный. И этому на практике масса подтверждений. Ну и потом, в какой-то степени весь этот вопрос о приседании с тяжелыми весами для обычных людей почти не имеет смысла. Но ведь мы же с вами не добиваемся огромных объемов мышц, как у бодибилдеров, которые требуют нам использовать сверхвысокие утяжеления. К сожалению, не добиваемся. Нам на сцену не идти. Нам нужно думать о мужском здоровье. И если мы будем подходить с позиции разума к своим тренировкам, мы избежим неприятностей. Мы избежим травм. Мы избежим неприятных ситуаций. У кого был отрицательный опыт глубоких приседаний, неправильно подобраны вес, не наработана техника. Я не буду вдаваться в подробности о том, что нужно соблюдать поясничный изгиб, нельзя горбиться. Это все известно. Техника приседаний многократно расписана. Вы просите рассказать о полезных упражнениях при простатите. Если я начну рассказывать на эту тему, это еще будет продолжаться число 5. Поэтому это для следующих встреч наших. Еще вы спрашиваете, что именно мы пережимаем, когда долго сидим. Посмотрите, пожалуйста, ролик под номером 51. Простатит и велосипед называется. Там я об этом рассказываю. Итак, выводы из всего вышеперечисленного. Не допускать задержки дыхания при натуживании. Отрабатывать технику упражнений. Контроль за весом и контроль за техникой. Нарабатывать нейромышечные связи. Это позволит вам технически правильно выполнять упражнения. Но это достигается месяцами и систематическими тренировками. Нельзя получить навык за неделю. Нельзя получить навык за месяц. И если у вас появляется мысль такая очень позитивная, что нужно завтра потренироваться. И вы тренируетесь завтра. И берете избыточный вес. И ваши суставы и связки и мышцы испытывают непривычную нагрузку. У вас будут болеть мышцы и суставы. Но если у вас будут систематические тренировки. Плохого ничего с вами не будет происходить. А будут изменения только в лучшую сторону. И самое главное. Надо включать верхнюю голову почаще. Сначала думать. А потом выполнять упражнения. Сначала мысленно представлять его. Не отвлекаться. То есть концентрироваться на мышцах и на правильном движении. И на правильном дыхании. Тогда вы избежите всех неприятностей. А получите огромную пользу. И предстательная железа. И другие важные органы скажут вам спасибо. За то, что вы систематически правильно приседаете. Всем здоровья. Не болейте. Еще увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!